Продолжение следует... 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 в сфере физической культуры и спорта. Вам было предложено несколько вариантов реформирования, не будем говорить оптимизации. Что это за варианты вкратце? В чем они заключаются? Ну, естественно, рассматривая варианты возможного сокращения управленческого персонала, мы эти варианты подстраивали и под те концептуальные идеи развития отрасли, которые мы видим. Но в первую очередь мы считаем, что все-таки развивать физическую культуру и массовый спорт нужно начинать с общеобразовательной школы. Сейчас у нас в разработке новые образовательные стандарты для начальной школы, основу которой составляют образовательные стандарты Российской Федерации, но вариативная часть Российской Федерации несколько отличается от вариативной части нашей, потому что в Российской Федерации есть совсем другие ресурсы, они могут себе позволить 10 дополнительных часов вариативной части на выбор, мы себе можем позволить только 2 вариативных часа на выбор. Национальный компонент. Да, но в обязательном порядке мы говорим, что одно из направлений, которое будет реализоваться в рамках этого вариативного компонента, это должно быть спортивно-оздоровительное направление. Это первое, что мы поставили во главу разработки этого направления. Второе, о чем мы говорим сегодня, о том, что в общеобразовательной школе нам нужно изменить содержание предмета физической культуры. У нас сегодня физическая культура реализуется на основании комплексной программы, в которую входит все. Немножко волейбола, немножко футбола, немножко баскетбола, немножко гимнастики. А учитывая неоснащенность наших образовательных учреждений спортивным оборудованием, это получается не вычитывание программы, а пробегание, в лучшем случае, вокруг школы этой программы. Сегодня есть очень много авторских инновационных программ, которые уже успешно внедряются и в Российской Федерации. Это такие программы, как, допустим, для примера, интегрированная программа по физической культуре для первого-четвертого класса на основании футбола. Или на основании гимнастики. Это программа, которая разрабатывается совместно с федерациями по этим видам спорта и реализуется в общеобразовательной школе. Мы все прекрасно знаем, что в общеобразовательной школе сегодня заставить учениц 8-го и 10-го класса ходить на физкультуру, но это требует очень много усилий. А вот если мы будем внедрять программу интегрированный курс физической культуры на основе фитнес-аэробики для 8-11 класса, это совсем другое дело. А если интегрированный курс на основе самбо для 8-11 классов, то каждый мальчишка будет стремиться попасть на этот урок физкультуры. Вот исходя из таких концептуальных идей, мы и просчитывали наши варианты. Поэтому одним из вариантов, которые мы предложили, это все-таки упразднение управления культурой отдельно, упразднение управления физической культурой, спорта и присоединение их в качестве отдела к управлению народного образования по аналогии с Министерством просвещения. Это бы получалось управление просвещением. Достоинства здесь свои состоят в том, что, во-первых, была бы единая управляемость между спортивной школой и общеобразовательной школой, потому что и та, и другая школа работают на одном и том же контингенте учащихся. Во-вторых, если говорить об обеспечении спортивным оборудованием, то, конечно, обеспечивать спортивным оборудованием и спортивной школы, и общеобразовательной школы в ближайшее время у нас не получится. Значит, нужно подумать, как нам сконцентрировать ресурсы для того, чтобы, обеспечивая оборудованием одно помещение спортивного зала, оно работало сразу по нескольким направлениям. И третий момент, третье преимущество, какое мы видим здесь и которое, считаем, необходимо реализовывать уже в самом ближайшем будущем, это, конечно, приведение в должное состояние спортивных площадок общеобразовательных школ. Потому что спортивная площадка работает вообще на три направления. На этой спортивной площадке могут заниматься дети из общеобразовательной школы, на этой спортивной площадке могут заниматься дети из спортивной школы, и на этой же спортивной площадке могут заниматься все жители микрорайонных, которые захотят заниматься физической культурой или спортом, и это будет способствовать развитию массового спорта. Поэтому вот, исходя из этих, в общем-то, принципов, мы и предложили первый вариант. Но у первого варианта есть и недостатки, мы сразу акцентировали эти недостатки. Во-первых, в систему управления народного образования не входит система профессионального образования, то есть те профессиональные учебные заведения, которые расположены на данной территории. То есть эти ребята, получается, будут не охвачены физической культурой и спортом. Поэтому, просмотрев вот этот недостаток, мы предложили все-таки. У нас в ряде управлений физической культуры и спорта есть еще направление молодежная политика, а в ряде регионов молодежная политика входит сразу непосредственно в управление народного образования. А вот в Рыбнице специалисты по молодежной политике находятся в составе государственной администрации. И вот проанализировав все эти три возможности, мы пришли к выводу, что было бы очень удобно все-таки, чтобы специалист по молодежной политике, отвечающий и за направление спортивно-массовой работы в данном территориальной единице, находился все-таки в составе государственной администрации. Будет то отдел какой-то на двух-трех специалистов, будет то отдельный специалист, тогда вот именно этот отдел или этот специалист сможет непосредственно уже заниматься развитием физкультурно-массового движения на данной территории и вовлекать, соответственно, вместе с управлением народного образования все возрастные категории. Поэтому нами был предложен такой вариант. Этот вариант не идеален, как, в общем-то, мне кажется, все-таки идеального варианта найти и сложно, но у этого варианта есть свои недостатки, на которые мы тоже акцентировали внимание, потому что этот вариант все-таки не учитывает специфику и не способствует развитию профессионального спорта высоких достижений. Да, здесь больше речь идет о физической культуре. Да, он больше, в общем-то, нацелен на развитие физической массовой культуры. А можно вообще разделить эти понятия? Есть отдельная физическая культура, есть спорт? С этим предложением, в общем-то, сейчас и выступают спортсмены. Я хочу сказать, что мне как-то так получилось, досталась очень тяжелая наследственность. Когда я заступила на должность, мне в наследство достались два обращения. Одно обращение от спортивной общественности, подписанное, по-моему, там 200 чем-то было подписи от спортсменов, другое обращение от деятелей культуры. И те, и другие просили, чтобы рассмотрели их вопрос о выделении их из структуры Министерства просвещения. То есть то же, что спортсмены предлагают сейчас, да, на сегодняшних этих? Да, да. Ну, в общем-то, мы встречались и с одними, и с другими на тот момент. В общем-то, культуру, мне кажется, мы убедили, что им с нами хорошо, и на сегодняшний день они вроде как и не жалуются. Мы не тормозим развитие культуры. Наоборот, у нас есть целые программы по развитию культуры, и стратегии развития культуры, и непрерывное образование в области культуры. А вот со спортом вот это попросили тайм-аут в течение года для того, чтобы разобраться все-таки, действительно, насколько отделение спорта от Министерства просвещения будет работать на задачу развития физической культуры и спорта. И вот на сегодняшний день мы опять вернулись к этому вопросу. Время пришло, надо принимать какое-то решение. Я хочу сказать, что в принципе Министерство просвещения не возражает против выделения спорта из системы Министерства просвещения. Вопрос решит, то есть получит ли спорт в виде этого государственного органа, если мы говорим, что все равно финансирование остается в рамках бюджета и тех цифр, которые выделяются оттуда. Я вот акцентировала внимание наших тренеров-преподавателей, директоров спортивных школ о том, что решение в принципе о выделении спорта принимает не Министерство просвещения, принимать будет решение правительства. Для того, чтобы правительство могло принять обоснованное решение, нужно предложить анализ, что произойдет в случае выделения отрасли спорта, какие появятся дополнительные ресурсы и возможности для развития спорта. Ну вот, к сожалению, как-то прошло у нас уже одно заседание нашей рабочей группы, которая образована под гидой общественной палаты. К сожалению, к этим вопросам мы не подошли. Мы занимались тем, что рассказывали друг другу, как плохо у нас сегодня в спорте, как мало мы финансируем международные поездки, какая у нас неразвитая инфраструктура, когда мы делали последние ремонты. Это знаем мы и знаем, что это болит и у каждого тренера, и у каждого директора школы. А что предлагаете вы? С вашей точки зрения, что может помочь именно профессиональному спорту? Мне кажется, что нам нужно все-таки... Вот на это работал как раз наш третий вариант. Сегодня финансирование профессионального спорта идет по нескольким каналам. Это в любом случае бюджетный республиканский канал, но тем не менее у него разные проходы. То он идет через местные бюджеты на уровне главгусадминистрации, которые финансируют деятельность спортивных школ, расположенных на этой территориальной единице. Частично он проходит через Министерство просвещения. Это те средства, которые выделяются для проведения массовых спортивных мероприятий. И еще один канал, который у нас идет через подведомственное Министерство просвещения, организацию Республиканский центр олимпийской подготовки, где непосредственно уже занимаются подготовкой ребят с достижениями высокого уровня. Вот мне кажется, что если вести речь о том, как создать условия для развития профессионального спорта, то как раз нужно подумать о третьем варианте, о выведении всех спортивных школ из-под подчинения государственных администраций, и выводить их напрямую на подчинение Управлению физической культуры и спорта, который находится в Министерстве просвещения. При этом, мне кажется, было бы рационально все-таки нам вернуться к мысли о создании школы высшего спортивного мастерства. И для этого у нас есть возможность Республиканский стадион и тоже Центр олимпийской подготовки. И, конечно, нужно вести речь о том, что это должно быть вот такое не очень массовое количество детей, количество тех детей, которые будут показывать действительно высокие достижения, у которых есть додатки и способности, которые можно развивать и не будут давать... То есть прошедших какое-то сито и показавших результаты в спортивном программе. И для этих детей, их нужно собирать по всей республике, этих звездочек. И для этих детей, конечно, нужно создавать спортивный интернат вот при этой школе высшего спортивного мастерства. Вот если идти этим путем, мне так кажется, вот такой, наверное, смысл выделения спорта и серьезной постановки задач и серьезного перекраивания, он имеет смысл. Хотя тоже есть свои риски и варианты нужно обязательно просчитывать. Как любой рабочий. А просто от того, что мы выделяем управление физической культурой и спорта из Министерства просвещения, все остальное оставляем абсолютно на этом же самом уровне, мы не решаем абсолютно никакой проблемы. Более того, мы создаем другую проблему. Ну, не обижая наших знаменитых, выдающихся спортсменов, я хочу сказать, что спортсмены больше все-таки радеют за спорт и больше интересует спорт. А вот физкультурно-массовое движение, оно их будет волновать не столь сильно. И не рискуем ли мы при этом тем, что и тот уровень спортивно-массового движения, который у нас есть на сегодняшний день, мы можем потерять. Вот эти риски меня несколько пугают. Но я надеюсь все-таки, что в рамках работы нашей рабочей группы мы выработаем какой-то взаимоприемлемый вариант, который действительно будет обоснованным. Потому что это очень сложное решение. И принимать такое решение – это очень большая ответственность. Еще одно то, что на слуху по спорту, это, опять же, реорганизация спортивных детско-юношеских спор и Олимпийского резерва, и просто спортивный школ, в результате которого на 7 единиц их число сократится. Почему именно такое количество? Что учитывалось, принимая такое решение, вернее, такую задачу? В 2012 году нами было разработано положение о спортивной школе. В ноябре, по-моему, 2012 года мы его утвердили, это положение. Согласно этому положению, спортивная школа, детская спортивная школа либо спортивная школа Олимпийского резерва может быть подвергнута реорганизации, реформированию в том случае, если она не будет соответствовать показателям по профессиональному составу тренеров преподавателя этой школы, по наличию необходимой спортивной базы для выполнения тренировочного процесса, либо по наличию какой-то арендованной спортивной базы. К сожалению, в области физической культуры и спорта у нас стоит та же самая проблема по профессиональной подготовке кадров, какая стоит и в области образования, и в области культуры. У нас сегодня только 60% наших тренеров-преподавателей имеют специальное педагогическое образование, высшее. Еще 11% имеют специальное среднее образование. Остальные у нас, к сожалению, тренера-преподаватели без образования. А наличие образования — это необходимые условия для того, чтобы школа могла функционировать. Есть школы более успешные, есть школы менее успешные. Это второй подход. В образовании уже давно опробируется этот подход, когда более успешным образовательным учреждением прикрепляется в виде филиала либо структурного подразделения менее успешное учреждение, для того чтобы более успешное могло его подтянуть и довести до своего уровня. Это второй, собственно говоря, подход. Ну и третий подход — это, конечно, наличие собственной спортивной базы. Но не секрет, что есть сегодня школы, которые состоят только из административного корпуса. Вся остальная спортивная база в них арендована. Они арендуют то и в общеобразовательной школе, то на стадионе, то еще где-то в других местах. Вот для того, чтобы решить эти проблемы и для того, чтобы не нарушить тренировочный процесс, не сократить ни в коем случае количество групп детей, которые занимаются, мы предложили такое слияние некоторых школ, в рамках которого они остаются структурными подразделениями, то есть продолжают работать все тренера-преподаватели, функционировать все направления, весь набор и контингент детей, но при этом более сильное руководство будет поглощать менее сильное руководство и, в общем-то, осуществлять вот этот вот руководящий процесс. И мы не настаиваем на тех вариантах, которые мы предлагали по Террасполь, мы даже предложили два варианта. Вы знаете, я считаю, что все эти вопросы, они обсуждение и концепции развития спорта, и обсуждение реформирования отрасли спорта, поведения ее из состава Министерства просвещения, обсуждение всех этих вопросов должно выйти и за рамки спортивной общественности, и за рамки Министерства просвещения, потому что это вопросы, которые напрямую касаются здоровья нации. И в обсуждении этих вопросов, на мой взгляд, должно принять как можно большее количество наших граждан, для того, чтобы мы действительно вырабатывали ту политику, в которой сегодня заинтересовано население, и чтобы мы действительно осуществляли те шаги, и население понимало те шаги, которые мы предлагаем. Потому что сегодня просто существование спортивной школы – это мало. Эта школа должна качественно функционировать, и она должна нести ответственность за подготовку тех детей, которые она на сегодняшний день берет. Спорт – это всегда травмоопасный вид деятельности. И поэтому, если мы сегодня позволяем работать тренером-преподавателем, человеком, который не имеет специального образования, мы подвергаем жизнь ребенка опасности, и тем самым нарушаем действующее законодательство. Потому что не может человек без специального образования работать сегодня в спортивной и в общеобразовательной школе. Поэтому мы просто сегодня пытаемся в соответствии с тем положением, которое разработано в спортивной школе, проверить на соответствие спортивных школ этому положению. Слава Ивановна, раз уже мы затронули тему реформирования и оптимизации, еще тоже на слуху по средним специальным учебным заведениям, и вообще по средним образованию. Какие там предполагаются пути реформирования? И тоже это решенный вопрос, или тоже он еще предстоит обсуждению, и в том числе широкой общественности? Вот я хочу сказать, что это именно та шишка, которая сегодня мне говорит о том, что нужно проводить широкое обсуждение того, что мы хотим сделать. Все видели, читали, многие знают постановление правительства о некоторых мерах по оптимизации бюджетных расходов. Но каждый читает его по-своему и по-разному. Что мы вкладывали в этот проект? Когда ты слышишь о том, что читается из этого проекта, ты удивляешься, что таких мыслей у тебя даже не было, когда ты вкладывал в этот проект. Поэтому я, в общем-то, хотела бы, пользуясь нашим общением сегодня, успокоить в первую очередь родителей и педагогов, и сказать, что согласно этого постановления правительства принято решение о том, что до 1 апреля мы только собираем предложения с МЕС, с Управлением народного образования. До 1 мая мы эти предложения будем прорабатывать. Я и мои заместители будем выезжать в каждое Управление народного образования, будем приглашать директоров этих школ, будем детально, предметно садиться и смотреть по каждой школе, где это действительно обосновано, если есть необходимость закрытия школы. Если такой необходимости нет, а идет речь только об уплотнении, то это совсем другое дело. Но ни одно решение не будет принято до тех пор, пока это решение не будет оговорено непосредственно и с педагогическим коллективом, и с родительской общественностью, и с администрацией данной школы. И только после того, как мы сформируем эту программу, проговорив со всеми, эта программа будет вынесена на правительство, и уже правительство будет спрашивать у нас обоснованность закрытия той или другой школы, обоснованность проведения тех или иных мероприятий, и как они повлияют на дальнейшее развитие отрасли. Поэтому на сегодняшний день, на мой взгляд, пока беспокоиться не о чем. И мне бы очень хотелось попросить и тех телезрителей, которые нас смотрят, судить не о намерениях и не по намерениям, а по тем результатам, которые мы получим. Вот когда получатся результаты, о которых можно судить, вот тогда и нужно будет судить о том, что мы сделали, как мы сделали или чего мы сделали. Светлана Ивановна, спасибо вам большое, что пришли к нам в студию, рассказали, поделились своими мыслями, может быть, успокоили излишнюю, может быть, какую-то возникшую напряженность, может быть, по этим вопросам в обществе. Спасибо, что, во-первых, обсуждаете это с людьми, с заинтересованными сторонами, это очень важно. И, конечно, удачи вам в вашей деятельности, чтобы результаты у вас были такие, на какие вы рассчитывали. Спасибо вам. Спасибо и вам тоже за то, что пригласили на передачу. Я хочу сказать, что очень часто, встречаясь с общественностью, нам задают вопрос, почему вы не согласовываете свои решения с нами, почему вы не обсуждаете с нами. Вот сегодня мы даем возможность обсуждать и принимать совместные решения. Замечательно. Удачи вам. Спасибо. Вам тоже всего доброго. Это была программа «В Центре». Всего вам самого доброго. Увидимся. Продолжение следует...